Всем привет! Привет! Наше утро начинается с погони. С беготни, как обычно. Да, вещи, еда, сумки. Мы спешим в Таллин. Да, мы едем в Таллин. Вот, сегодня мы будем гулять прям по Таллину, а прям завтра, прям завтра утром мы выедем в Хельсинки. Смотрите, какой огромный пакет с едой. Еще сзади у ребят пакеты с едой. Мы просто не хотим тратить деньги на кафешке, потому что у нас ограниченный бюджет. Да, и поэтому мы все здесь скинулись, купили еды в супермаркете, вчера она готовила, Катечка готовила, да, с Настей. И поэтому у нас будет эконом пакет. Да. Все, мы поехали. Мы поехали и уже даже заселились. Да, сейчас я вам покажу комнату. То есть, это на самом деле хостел и, ну, мне здесь очень нравится. Он в такой вот, в таком вот лофт стиле и выглядит он прикольно. Как для одной ночи, это вообще супер. Сейчас вам покажу. Вот наша комната. Вот наш бардак уже, потому что мы забежали, сразу же кинули вещи и сейчас будем уходить гулять. Вот получается. Вот такой вот хостел. Стоит он 50 евро за ночь. То есть, мы платим за комнату, не за человека, а за комнату. То есть, не важно, сколько здесь человек живет, 2 или 3, то есть, цена все равно 50. Наш хостел, кстати, находится в районе, который называется Роттерман. Вот я так понимаю, что это очень новый район. Здесь очень новые постройки и все они в стиле лофт, в таком шведском стиле. Вот когда мы были в Швеции, все дома, которые находятся за пределами старого города, выглядят именно так, как в этом районе. И, честно говоря, мне очень нравится. И вот сразу видно отличие от Риги в том, что здесь побольше денег и побольше строительства и так дальше. Ну, в общем, отличается. Таллинн от Риги. Хотя, нам говорили, что старый город очень похож. Поэтому сейчас посмотрим, сравним. Кстати, мы сегодня читали факты об Эстонии и прочитали, что в эстонском языке очень много слов, которые начинаются на букву «ы». Вот так. Я не знаю, как это вообще звучит в языке, сложно ли это произносится, но такой факт. И, конечно, я не знаю, как это выглядит. По удивлению, очень тепло, потому что мы проверяли прогноз. Здесь обещали 12 градусов, а здесь на самом деле где-то 16 или 17. Я вот иду в кофте, мне совсем не холодно. И здесь нет ветра. Не знаю, может, это сегодня нет ветра, а может, вообще нет ветра, но в Риге постоянно ветер. А здесь нет. Когда в Украине. Я не знаю, что это тоже. Это не первый, не второй, не третий или четвертый. Хорошо. ПЕСНЯ 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 Программа минимум в Эстонии выполнена ПЕСНЯ Мы купили значок! Ура! ПЕСНЯ 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 штука это вкусные орешки со всякими добавками с карамелью с апельсинами они правда очень вкусные и вот стоит девушка за мной видите таких вот лавок очень много и принципе можно очень хорошо наестся там в каждой лавке где-то по 6 вкусов можно каждый попробовать и можно так на пробоваться что потом кушать не захочешь мы уже попробовали в трех лапках уже в принципе на ездить и и и и и и и и А что ты снимаешь на задних камерах? Ну, потому что это подборочка будет. Да? Подборочка будет. Подборочка. И на камнях спу моря. Я тоже. И Стас собирается прыгнуть. Стас, не прыгай. Да. Ну, хочу. Ну, ладно, прыгай. И прямо напротив нас отправляется огромный лайнер. Он так немедленно идёт. На Сицилию. Будем рады за них полёты на Сицилию. Да. Ты думаешь, что он на Сицилию? Да. Тепло. Точно. Подальше от холода, потому что здесь тоже немножечко будет прохладно, если честно уже. Кать, стой, пожалуйста, не падай. Я не хочу за тобой прыгать. Честно говоря, вот самый главный совет, который можно дать туристу, который приехал в Таллинг. Ребята, выйдите из центра. Здесь очень интересно вне центра. Таллинг совершенно другой, каким вообще представляешь. когда выходишь из исторической части города, то попадаешь в настоящий Таллинг, который современный, который в стиле лофт. Вот. И здесь очень интересно. Вот. Точно такой же совет мы можем дать по поводу Стокгольма. Там та же самая история. Музыка, . Мы пришли в чудесное место, которое называется Дракон. У нас здесь очередь, очередь не только из наших мальчиков, там еще внутри очередь, но классная штука в том, что вот, бычьи ребра 10 евро, и запах там оттуда просто нереально вкусный. Мы зашли в клевый такой средневековый аутентичный ресторанчик. Вот, мы заказали лосиный суп, и здесь даже нет приборов, его нужно просто пить. В общем, все как средневековье, здесь абсолютно нет никакого света, здесь все, ну, свечки, и очень темно. В общем, очень прикольно. И такой суп стоит всего лишь 2,50, всего лишь, и находится он в самом-самом центре. И тетя, которая нас обслуживала, в общем, она очень такая интересная лично, знаете, это как во Львове, во Львове есть фишка там в обслуживании, и вот здесь тоже есть такая фишка, она как бы, она специально грубо всем отвечает. То есть я, например, спросил, можно карточка расплатиться? Я спросил, потому что здесь как бы средневековый стиль, думал, что здесь только наличка, и она говорит, да, если там только деньги есть. Потом я расплатился, она говорит, чек нужно? Я говорю, нет. Она говорит, а картка нужна? Вот, и я спросил у нее еще, а можно приборы для супа? Она такая, через край говорит. Доброе утро. Мы вчера так заснули быстро, мы пришли и упали просто, и совсем забыли сказать, что нам очень понравился Таллинн, вот, очень хороший город, очень интересный город, здесь есть что делать, здесь есть куча мест, которые посетить нужно, вот, но все можно, за всем можно справиться за один день, вот. Вот, и сейчас мы отправляемся в Хельсинки, так что до следующего выпуска, до Хельсинки, пока!